Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В выходные в Самаре отметили День города. По сложившейся традиции начался праздник с возложения цветов к памятнику первому воеводе, строителю Самары, князю Григорию Засекину. В честь праздника в Куйбышевском районе открыли Дом дружбы народов. В Струковском саду памятник знаменитому вальсу на сопках Маньчжурии. А в сквере Оксаковых бронзовую скульптуру семьи русского писателя. Завершился в городе фестиваль Самара Граунд Арт Фестивал. Наши корреспонденты готовы рассказать о всех событиях подробнее. Самара отмечает свой 435-й день рождения. Возложение цветов к памятнику основателя города – неотъемлемая часть праздника. В воскресенье губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане, представители общественных и молодежных организаций пришли на Самарскую набережную, чтобы отдать дань памяти и уважения основателю города, князю Григорию Засекину. Здесь у памятника Григорию Засекину, который мы определили когда-то, вместе с жителями города появилась новая традиция собираться в этот день, чтобы еще раз отдать дань уважения, сказать слова благодарности и признательности людям, которые создавали наш город. Конечно, эти традиции должны быть сохранены и приумножены. Конечно, город должен цвесть. За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным, промышленным городом-курортом. По-другому не назовешь. И мы все с вами помним, чтим и гордимся нашими почетными земляками. А сегодня Самара все больше открывается миру. Сегодня в Самаре каждый может найти себе занятие по душе. Поздравили самарцев и депутаты Госдумы – Александр Хинштейн, Игорь Станкевич, Леонид Симоновский и Виктор Казаков. От регионального парламента слово взял председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Были и приглашенные гости. С поздравительной речью выступили главы республик Алания и Южная Осетия. Очень много нас связывает с Самарой, без сомнения Осетию, хотя расстояние огромное, но наши дети, многие поступают в Самарские высшие учебные заведения. Очень много людей, которые выходцы из Осетии, не обязательно там осетины, а выходцы в целом из Осетии, занимаются здесь, живут здесь. Для города 435 лет, наверное, большой срок, с одной стороны, с другой стороны, это еще даже не начало пути. Почему? Потому что Россия была, есть и будет. И в составе России были, есть и будут те города, которые сегодня процветают. Традиция собираться у памятника Григорию Засейкину родилась в 2014 году. Именно в этот год был установлен монумент основателю Самары. Вуаль спадает и перед самарцами предстает памятник семье Аксаковых, которая признана ЮНЕСКО одной из самых образцовых в мировом масштабе. Скульптуру изображает Сергея Тимофеевича, выдающегося русского писателя, автора «Аленького цветочка», его сына Григория, самарского губернатора, при котором появились железная дорога, телеграф и земская больница, почетного гражданина города, а также внучку Ольгу, хранительницу наследия своего рода. Ну как же нам это не хранится, не любеется. Поэтому я, конечно, в восторге, я очень рад тому вниманию, которое оказывается Аксакову. И вот эти святые традиции, на которых держатся устои русской жизни, вот они будут выпущены в нашем земле. Памятник расположился в сквере Аксаковых на пересечении Красноармейской и Фрунзы. На этом месте раньше был дом семейства. От него до сих пор сохранилась кирпичная печь, которую обнаружили при благоустройстве сквера. Мы просто обязаны создавать все новые и новые условия для того, чтобы сохранить память, память историческую о нашей родной земле. Невозможно любить то, что ты не знаешь. Сам сквер благоустроили благодаря губернаторскому проекту содействия. На площадке установлены арт-объекты, оригинальные светильники в виде пластины закаленного стекла с подсветкой, на которых страницы книги с текстами иллюстрациями сказки «Аленький цветочек». Дмитрий Ильич, я искренне благодарю вас за те возможности, которые дает этот проект. С каждым годом у нас все больше территории благоустраивается в рамках этого проекта, все больше участников, все больше людей изъявляют желание поучаствовать в этом проекте. Новая скульптура, посвященная семье Аксаковых, изготовлена из бронзы заслуженным художником России Иваном Мельниковым. Изготовили и установили памятник в сквере за счет средств меценатов. Нам важно, чтобы память о замечательных людях, живших в регионе, о тех, кто прославил и Самару, и страну, никогда не исчезала и продолжала переходить от поколения к поколению. Здесь, в Струковском саду, в 1908 году впервые был исполнен один из самых знаменитых вальсов 20 века на сопках Маньчжурии. Чтобы увековечить память об этом событии, в парке появилась романтичная композиция. Ее создали по проекту заслуженного архитектора России Алексея Панина из Подмосковья и его сына Петра, который живет в Самаре. Мы брали за основу именно исторический объект, исторический вход в Струковский парк, и на основе его решили вот этот проект придумать. Арку вы создали по старым фотографиям. В конце 19-го – начале 20-го века похожее сооружение украшало вход в Струковский сад. Девятиметровая конструкция не повторяет в точности оригинал. Арку прежнего образца дополняют две фигуры. Кавалер, автор произведения Илья Шатров, встречает самарскую девушку и приглашает ее на танец. На торжественное открытие композиции приехал глава города Елена Лапушкина. Мы в этом году уже провели фестиваль духовых оркестров на территории города. К нам в гости на фестиваль на сопках Манчжурии приехало более 16 городов. Были представлены замечательные оркестры. И открытие этой арки в старейшем, в любимейшем парке – конечно, логическое тому подтверждение и продолжение. Бюджетные средства на создание памятника потрачены не были. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн привлек деньги извне бюджетных источников. Друзья, всех с Днем Самары, нашего любимого и дорогого города. И я рад тому, что мы сумели еще одну такую красивую, знаковую, знаменательную точку открыть и постоить здесь. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации создания этого проекта. Хочу поблагодарить городскую администрацию Елену Лапушкину за поддержку и помощь в наших инициативах. Для гостей в Струковском саду в этот день звучал вальс на сопках Манчжурии Ильи Шатрова в исполнении муниципального концертного духового оркестра. Игра света и тени сквозь металлическое кружево букв. Известный российский художник с мировым именем Пакрас Лампас впервые соединил в своем творчестве искусство каллиграфии и скульптуру. Среди первых зрителей – губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и почетные гости, в том числе президент Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. Скульптура украсила сквер на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского. Большая благодарность самарской команде, самарским производствам, которые взялись за то, чтобы вырезать металл по моей форме и собрать эту конструкцию в довольно сжатые сроки. Ну а для меня на самом деле это гордость, потому что я здесь и в прошлом году сделал очень значимый для меня арт-проект и продолжаю в этом году не уменьшать масштабы. Масштабным во всех смыслах и по-настоящему космическим стал еще один арт-объект на площади сельского хозяйства. На шахте-вентиляции по краслампас зашифровал цитату Юрия Гагарина. Дом на Галактионовской 2 украсил гиперреалистичный портрет мальчика, который мечтает стать космонавтом. Автор работы – аргетинский художник Андрес Иглесиас под псевдонимом «Кобре». А на стене дома по адресу Маяковского, 20, появилось древо жизни с учеными-котами. Символическая работа художника из Севастополя Алексея Кислова. Если я уже решил, что это будут, к примеру, коты, то потом я просто как бы ищу это лицо. И вот когда оно мне нравится, тогда я останавливаюсь. Может, возведите прототипы котов? Нет, специальных прототипов нет, но человек пять, наверное, пришли, которые узнали местного одного парня. Говорят, это наш друг прям вылитый. Муралы или масштабные граффити представили в рамках фестиваля уличного искусства «Самара Граунд». Цель организаторов – сделать Самару центром притяжения творческой элиты. Чтобы со всего мира к нам приезжал высокоинтеллектуальный туризм и высокодуховный. И чтобы люди, видя вот это развитие города, одухотворялись и смотрели, что вот эта красота, она принадлежит им. Они здесь живут, и они этим делятся, и они этим гордятся. В этом году Самару украсят 12 арт-объектов в разных частях города. Впервые фестиваль пройдет также и в Тольятти. Под стук колес и гул работы. Впервые в истории городское депо превратилось в художественную мастерскую. Владислав Сав-45, уличный живописец из Испании в рамках фестиваля «Самара Граунд», подготовил для самарцев подарок ко дню города – первый мобильный арт-объект. Чаще Сав-45 пишет свои работы в европейских городах. В 2021-м в Россию его пригласили впервые. Он написал 30-метровый портрет Максима Горького в Нижнем Новгороде к юбилею города. После – иллюстрацию к рассказу татарского писателя «Белые цветы в Казани». А теперь он здесь, в Самаре. Вот именно трамвай, нет, я не раскрашивал. Мне показался очень интересный объект для работы. Я пытался передать движение через свой стиль, который я использую. Там он фигуративный, есть и простые абстрактные какие-то формы, в общем, и через свет. Поскольку трамвай будет в движении, чтобы он как-то передавал скорость. В создании арт-объекта автору помогали самарские волонтеры. Поработать именно с баллоном и поработать на таком большом объеме, тем более на таком объекте, как трамвай. У меня вот первый раз, естественно, такое случилось. И это вообще очень крутой опыт. В дебютный рейс обновленный трамвай отправился уже в день города. Он будет следовать маршрутом номер один. Шалом и Сян Месес и просто здравствуйте. Так приветствовали гостей парка Дружбы народов на его открытии. В юрейском подворье встречали корзины яблок и блюдами национальной кухни. Осетины, вошедших в дом, угощали пирогами и призывали станцевать под темпераментные национальные танцы. Своя история строительства узбекского дома, узели фузы с абировой, костюмы, кухонную утварь и предметы быта собирали более полугода по всем узбекским городам. С единомышленниками успели подружиться, делится хозяйка подворья. Мне кажется, все, кто сюда сегодня заходит, сразу вспоминают свое детство. Это самое дорогое, это очень многого стоит. Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворья раскрывает культуру народов, проживающих в нашем регионе. Все дома построены по принципу равенства, имеют примерно одинаковую площадь – 50 квадратных метров. Впервые срубы появились на территории этнокультурного комплекса в 2017 году. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Открытие комплекса объединило на одной площадке представителей разных национальностей. Важность объекта для сохранения культурного наследия региона отметили губернатор области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и приглашенные гости. Это традиция нашей земли, где испокон веков в братской дружбе жили люди разных национальностей, разных вероисповеданий. И парк дружбы – символ этой дружбы многолетних. Каждый дом интересен, в каждом доме собрано все самое ценное. Это исторические экспонаты, это, конечно, книги, литература, обычаи. Очень хочется, чтобы это было на долгие-долгие годы. И чтобы у нас подворья вылечивались. Созданы все условия для того, чтобы народы ближе узнавали друг друга, узнавали те традиции, те обычаи, которые есть. Кладка стен, резьба по дереву, покрытие крыши, изготовление изгороди. Все декоративное оформление выполнено вручную народными мастерами и умельцами. Некоторые строительные материалы привезли с мест традиционного проживания народов. К примеру, природные камни для возведения осетинского дома и подворья были собраны у горных рек в Южной Осетии. А для кровли национальных домов использовали не только керамическую черепицу. В ход пошли такие материалы, как солома, тез, дранка и фальц. Мы видим, как эта деревня может жить, как каждый дом может воспроизводить традиции и обычаи своего народа. Видим, что это только начало, это старт большого пути. Мне вообще все понравилось. Я вот заходила в каждый домик, все очень хорошо, концерт хороший. Здесь только национальности, все дома разные, у всех культуры разные, очень интересно. На Центральной площади в день открытия этнокультурного комплекса зачитали поздравления от главы государства Владимира Путина. Этнокультурный комплекс в наглядной, увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которые по праву являются бесценным достоянием нашего Отечества. В будущем в Парке Дружбы Народов планируют разместить национальную библиотеку, ремесленные мастерские, интерактивные площадки и включить его в туристический маршрут Самарской области, для того, чтобы этнокультурный комплекс стал центром сплочения и дружбы представителей разных национальностей. Добраться до Парка Дружбы Народов теперь можно будет на автобусе 80-го маршрута. Его снова продлили и снова по просьбам горожан. Как теперь будет ходить автобус, узнал наш корреспондент Сергей Кизоркин, который рано утром проехал по маршруту. На 80-й маршрут автобуса водитель Александр Синицын выходит в половине шестого утра. Возит жителей Волгаря в центр Самары и обратно. Еще вчера конечная остановка была в микрорайоне. Теперь автобус идет до Парка Дружбы Народов. Нам сегодня продлили одну остановку, вот еще сюда. Утром на работу все выезжают, там круг два днем, маленько затишье, но так ездят. Вечером все с работы возвращаются. Теперь 80-й маршрут автобуса, следующий от железнодорожного вокзала до Парка Дружбы Народов, станет не только общественным, но и туристическим. Жители Волгаря такому повороту только рады. Пока жалоб на 80-й нет. Ходят по расписанию, ходят отлично. То есть я когда выхожу и вижу, что идет 80-й, я на него даже не бегу, потому что я знаю, пока я дойду до остановки, пять минут стоять придется. Автоперевозчик говорит, комфорт пассажиров прежде всего. Это уже не первые изменения в маршруте. Первоначально 80-й автобус ходил от Волгаря до Площади Революции. На сегодняшний день маршрут обслуживает транспортное средство в количестве 12 единиц. Соответственно, сейчас мониторим ситуацию. В случае увеличения пассажира потока на данный маршрут будут добавлены еще дополнительные транспортные средства. Продление маршрута связано с официальным открытием Парка Дружбы Народов. Все жители города могут комфортно добраться до этого парка на 80-м автобусе. Остановка непосредственно около самого парка. И постепенно, я думаю, что этот парк станет одним из центров притяжения жителей города. Ждать 80-й автобус на остановках долго не придется. Интервал движения не более 10 минут. Приехать на экскурсию в Парк Дружбы Народов можно с рассветом и уехать на закате солнца. И не торопясь изучить быт и нравы народов, живущих в Самарской области. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Более сотни единиц старинной техники увидели выходные самарцы и гости города. На площади Куйбышева расположился музей под открытым небом. Устроила необычную акцию автопарад, популярная радиостанция авторадио. Какие автомобили красовались на площади Куйбышева, увидел наш корреспондент. Эту чайку 1969 года выпуска самарец Алексей Инишев купил 4 года назад. Ее подарил Леонид Брежнев, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, герою Советского Союза генералу Бассану Городовикову на его 75-летие. Потом машина оказалась в спецгараже администрации листы в Калмыкии, а в лихие 90-е снова попала в частные руки. Алексей Инишев увлекся восстановлением ретро-техники 15 лет назад. Сейчас у него в коллекции с десяток мотоциклов и два автомобиля. Чтобы люди вспомнили наше бурное машиностроение, чтобы вспомнили наш гигантизм в машиностроении. Не только мы отличались какими-то американскими машинами, а и наш стиль показывать тоже, демонстрировать и показывать нынешнему поколению. Праздник уникальных редких раритетных автомобилей и мототехники автопарад «Авторадио» в день города устроила радиостанция «Авторадио». Накануне Дня города в прямом эфире ведущие пригласили на площадь Куйбышева коллекционеров уникальной техники. В итоге музей под открытым небом собрал более сотни машин и мотоциклов. Все красиво, они все прекрасно по-своему. А самое главное, что у нас есть столько людей, которые очень увлечены этой темой, которые влюблены в автомобили. Ну и вот содержат достаточно, уже как видите, раритетные автомобили в таком состоянии. Это очень приятно. Первый автомобиль по Самарским улицам прокатился еще в 1904 году. Он был немецкого производства. Принадлежал купцу, художнику и меценату Константину Головкину. Об этом на открытии выставки уникальных редких раритетных автомобилей рассказали почетные гости. И поздравили самарцев с Днем города. Я всех поздравляю с праздником. Я всем желаю сегодня насладиться и солнечной летней погодой, и праздничными чувствами, и эмоциями. И зарядиться бодростью на весь последующий год до следующего праздника и следующего дня нашего дорогого города. Руководство Авторадио надеется, что это начинание понравилось самарцам, и автопарат Авторадио станет доброй традицией в День города. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Мед, мясо, рыба, овощи и фрукты. В Самаре на площади Куйбышева в выходные развернулась масштабная ярмарка. Свою продукцию горожанам представили более ста сельхозпроизводителей со всех уголков региона. При входе на ярмарку работали волонтеры, которые выдавали маски и измеряли температуру. К товарам приценились и наши корреспонденты. На традиционной ярмарке ко дню города жительница Самары Елизавета Беляева оказалась впервые. Говорит, от большого выбора сельскохозяйственной продукции, сувениров и изделий ручной работы самарских мастеров закружилась голова. Особенно понравились Елизавете игрушки из дерева. На память она приобрела робота. Замечательные деревянные игрушки самарского производителя. Очень приятно, что есть на нашей родной земле такие умельцы. В этом году участниками ярмарки стали более ста предпринимателей со всех уголков Самарской области. В отдельном павильоне сделано в Самаре. 50 производителей представили изделия ручной работы, сувенирную продукцию с символикой областной столицы. Для всех организованы комфортные условия, проходы. Поэтому ярмарка у нас традиционно проходит на площади Куйбышева осенью. Всеми она любима горожанами. Сегодня она проходит как раз вот в таком формате, более ярком, более качественном. Для тех, кто не успел побывать на ярмарке на площади Куйбышева, работают районные площадки, торгующие сельскохозяйственной продукцией. Они расположены на пересечении улиц Киевска, Тухачевского, проспект Ленина и Челюскинцев, поселке Мехзавод и около Дома культуры «Октябрь». В Октябрьском районе ярмарки работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. В Красногринском районе в пятницу, субботу и воскресенье с 8 утра до 6 вечера. В Железнодорожном со вторника по воскресенье с 8 утра до 7 вечера. Никита Колосов, Николай Сидоров. События. В Струковском саду накануне развернулся межрегиональный фестиваль «Время читать. Волжский текст». Интересные занятия нашлись для посетителей всех поколений. Репортаж нашей съемочной группы. Обложка из пластинок или вышитой ткани. Внутри рукописный текст. Эти маленькие книжки о родном крае написали и оформили маленькие самарцы. Миниатюрные шедевры можно было увидеть на книжном фестивале «Время читать. Волжский текст». Книжки ребята сделали для конкурса детской областной библиотеки к 170-летию Самарской губернии. Конкурс продолжается до конца сентября, после чего лучшие издания станут частью уникальной выставки. Планируем выпустить также каталог, оцифровать все книжечки, то есть чтобы они получили известных, потому что такую красоту и такие шедевры, они не должны остаться, по-моему, незамеченными. Фестиваль удивлял гостей не только книгами. Творческие встречи с автограф-сессиями провели 13 известных российских писателей и поэтов. В режиме нон-стоп прошли 50 лекций и интеллектуальных дискуссий, а также различные мастер-классы и выступления музыкантов. Интерактивные площадки в Струковском саду оценила и глава Самары Лена Лапушкина. Она пообщалась с организаторами и гостями фестиваля, который провели специалисты Самарской областной библиотеки при поддержке регионального министерства культуры. Хочу поблагодарить от всего сердца наших партнеров, всех, кто принял участие, потому что в этом году книжный фестиваль захватил просто все организации, которые так или иначе имеют отношение к чтению в этом городе. Фестиваль проходил уже во второй раз. Он стал семейным праздником. Здесь интересное дело для себя смогли найти гости всех поколений. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Первый большой шаг к профессиональному спорту сделали любительские футбольные команды со всей области. В Самаре завершился региональный этап турнира «Лето с футбольным мячом». 24 команды мальчишек и девчонок приняли участие в соревнованиях, а также познакомились с ветеранами и действующими игроками клуба «Крылья Советов». На турнире побывала наша съемочная группа. Юные звезды любительского футбола покоряют спортивный Олимп, а первый пьедестал на пути к вершине – турнир «Лето с футбольным мячом». В Самаре прошли финальные игры регионального этапа соревнования. В спортивном противостоянии сошлись 24 любительские команды мальчишек и девчонок со всей области. Самые одаренные игроки, кроме медалей и кубков, получили возможность обучаться в Самарском региональном центре для одаренных детей на смене футбол. Заветные трофеи вручил губернатор области Дмитрий Азаров. Футбол – игра. Футбол – большая радость и удовольствие. Играйте в удовольствие, друзья мои. Тренируйтесь как следует под руководством тренеров, наставников. Слушайте их во всем. Отдавайте себя этой прекрасной и великой игре – футбол. И тогда ваши матчи будут проходить и здесь, на нашей уже знаменитой арене – Самара-арене. Игры турнира открылись товарищеским матчем между участниками и почетными гостями. Ветеранами и действующими игроками клуба «Крылья Советов». После все команды распределили на отборочные матчи, в ходе которых выявили явных фаворитов соревнования. И началась ожесточенная борьба за призовые места. Это событие. Событие как в спортивной жизни нашего региона, а сегодня уже не только нашего региона, но и событие в жизни нашего подрастающего поколения. В этом году финал регионального турнира прошел в символическом месте – на тренировочной площадке «Восход» Самарского стадиона. Когда ребятам рассказывают, что на этих полях тренировались лучшие сборные мира, они с совершенно другим настроем выходят на игру, и блеск их в глазах нельзя ничем другим. Это самый лучший мотиватор, когда ты бегаешь по траве, по которой бегали лучшие игроки планеты. Всероссийский турнир «Лето с футбольным мячом» – отличная возможность для самых юных поклонников игры сделать большой шаг на пути к карьере профессионального спортсмена. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok